Водохранилище Давайте послушаем о том, как эту ситуацию описывает родственница одного из пропавших Нам нужны водолазы, дайверы, лодки, помощь с воздуха, помощь всей области, чтобы искать на глубине 8 метров Они считают, что это наша проблема, негодует Алмагуль Теперь нам сидеть и ждать? Я росла у моря, и там людей спасали из глубины в 25 метров А здесь всего 8 метров глубины Ну и как выяснилось чуть позже, тела двух мужчин были найдены вблизи поселка Тикаин Алгинского района Здесь можно только соболезновать родственникам Переходим к следующему изданию, это Петропавловск Ньюз Петропавловск несколько раз в одном и том же месте ремонтировали, перекапывали асфальт Эту новость порталу предложили его читатели Они сообщают, что речь идет о проезжей части рядом с центром адаптации для лиц, не имеющих постоянного определенного места жительства Люди надеются, что хотя бы эти заплатки после такого сомнительного, очень интересного ремонта доживут до весны Давайте послушаем, как они описывают эту ситуацию Едва неделя не прошла, как вновь перекопали в трех местах Однако в этот раз хоть предупреждающий знак объезда установили, пишут горожане Жители Петропавловска надеются, что эту дорогу приведут в порядок Тем временем городские власти взялись за асфальтное покрытие в новом микрорайоне Береке Ну а карагандинская газета «Новый вестник» публикует также обращение своей читательницы Которая представилась Татьяной, жительница города Абай Она сообщает о том, что в их городе якобы спиливают и рубят живые деревья При этом сухостой, который находится рядом с этими живыми деревьями, никто не трогает Она прислала фотографии, на которых видны спилы действительно молодых деревьев, которые еще не успели вырасти до огромных размеров Почему так происходит, задается вопросом жительница Абая Почему зеленые легкие города вырубаются И никаких объявлений не было по ее словам, никто не предупреждал об этом И никакого официального ответа пока нет Но надеемся, мы сможем выяснить, в чем же все-таки причина Это была плановая вырубка деревьев или все-таки кто-то решил, может быть, нарушить закон Бывает в нашей жизни всякое Ну и завершу свой обзор прессы новостью со страниц огней Алатау Там они пишут, что в Талдыкургане чествовали спортивных самородков И не просто, а на специальной церемонии для победителей и призеров соревнований различного ранга По итогам пяти республиканских и международных соревнований, сообщает издание Дети завоевали 9 золотых, 4 серебряные и 8 бронзовых медалей Вот как описывает журналист церемонию и вообще награждение Наши ребята поднимались на пьедесталы почета чемпионатов Казахстана по вольной и греко-римской борьбе Среди юношей и девушек Республиканского турнира по велоспорту среди юношей и девушек Международных турниров по греко-римской борьбе и дзюдо среди юношей и девушек Ну на этом свой обзор прессы сегодня завершаю Слово Вера передаю тебе Спасибо, Марк, огромное Марк Брюшкову с обзором прессы А мы продолжим выпуск через пару секунд